Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Здесь же я проходил обычные души, стояк, то есть даже не знаю, работают они нет, не проверял. То есть когда вода льется сверху, и для стираться там не очень удобно. Все поглядываю назад, это все около подъезда, где так присел. Сзади меня мой отдых лежит. Я все поглядываю, как бы его кто-нибудь, ну хотя, если на ночь его оставить, то кто-нибудь его приглядит, блядь. Ну а так, вроде пока, ну как оставлял, то есть иду в туалет, там выхожу курить на улицу, в том же Макдаке оставляю, блядь, ноутбук, телефон, как бы, ну там опять кругом видеокамеры. То есть умный человек, кто эту систему знает, что стоят видеокамеры, навряд ли он полезет иду воровать чужой ноутбук, потому что это все просматривается. То есть как, в общем, если вы смотрели видео с Азии, когда мне вернули телефон через три месяца, в Малайзии полиция, то есть нашла по видеокамерам, я написал заявление там с помощью переводчика, там, блядь, с горем пополам. Они просмотрели видеокамеры, вычислили видно, я просто потом ушел, я вернее улетел во Вьетнам, с Вьетнама я ушел в Лаос, с Лаоса я ушел в Таиланд, потом опять зашел в Малайзию, то есть где-то три месяца. У меня не было, я все... Мужики под датой ходят. Короче, я через три месяца вернулся в Малайзию, думают, дай-ка ради интереса зайду в полицию, узнаю насчет телефона. Меня повезли, я рассказывал это, там, не знаю, надо видео, я... Если буду это видео монтировать, то есть я найду ссылку, оставлю на это видео ссылку, кому интересно будет. То есть... Как сказать... В общем, мне подвезли в главный полицейский офис, и он просто со стола открывает стол и достает мой телефон. Вот тут, ребята, я был в шоке, блядь. Я никогда не думал, что телефон... Ну, видимо, вот человек попался в видеокамерах. Видимо, все-таки этот человек, возможно, не раз уже был в этом замешанном. Поэтому... Они нашли мой телефон, я думаю, это было. Здесь я не знаю, как это... И не хочу знать, откровенно сказать, как это тут происходит. Потому что... Не хочу с аппаратуры ничего терять. Хочу вернуться с тем, с чем я уехал, блядь. Что-то я уже не в теме и говорить стал. Видимо, просто подустал сегодня делать вечером. И надо все-таки идти потихоньку на пляж. Там нашел кучу, может, сниму, буду подходить. Нашел кучу шебня, либо вываленную, либо этого, с гребённого. Гарьки близко не подходил, не смотрел. И кучу там можно палатку поставить, блядь. Потому что здесь парки на ночь все закрываются. Да вот и такое чудо техники видел. Вот стоит электромобиль, заряжается. То есть... То ли их даже не один, раз, два. Два, по-моему, стоят. И он не один. То есть их тут несколько попадает. Видимо, в аренду звонит по городу, как он ездит. Не знаю. А вот и прокат велосипедов. То есть можно... Кто хочет, блядь, покататься, блядь, у кого позволяют деньги. Пожалуйста, можно велосипед в прокат взять. Ну, довольно-таки современные. Так же с передачами. То есть по горкам не думаешь, что тяжело будет лазить. Но... Вид у них своеобразный. То есть чтобы не угоняли. То есть переделать его практически невозможно. Чтобы только менять раму. Ну, вот так выглядит и ночная жизнь. Это что-то типа центральной площади. Видно. Еще одна центральная улица, по которой ходит трамвайчик. Довольно-таки современный трамвайчик. Ну, завтра еще пройдусь. Перед выходом поснимаю. Ну, здесь я как раз уже был. Вот в этой кафешке я кипяточек просил. Здесь сидел, снимал. Вон магазин этот тигр. По-моему, игрушек или чего-то там. Ну, вот они. Здесь полиция проезжала, спрашивала, что здесь автоступщики. Я вернулся. Эти вот, кстати, поднимаются. Вон там нажимают. Эти опускаются. Можно проехать. А как улица перегороженная? Редактор субтитров. Корректор А. Kулакова Корректор А. Kулакова Корректор А. Кулакова О peuり